1727 год. Что не так с этой датой? Дело в том, что в этом году русскими войсками был взят город Еревань, в котором знать не знали про армян. Население города составляли мусульмане, кавказские и тюрки, азербайджанцы как титульная нация, и христиане-грузины. Армяне будут переселены сюда годом позже с 1828 года. Этот факт сносит крышу армян, которые утверждают, что Ереван армянский город, который старше Рима. Второй факт. Араратская республика. Человек, который далек от изучения истории, услышав эти слова, сразу подумает про армян. Но на самом деле Араратская республика ничего не имела общего с армянской нацией, а была Курдской республикой, объявленной на территории современной Турции в 1927 году. Официальной религией Араратской республики была религия ислам. Этот факт еще раз указывает на большую близость курдов с горой Арарат и вбивает кол в гроб армянской лживой пропаганды. Третий факт. Пожалуй, это самый скрываемый Армении факт, который может расшатать устоявшийся миф о притеснении армянской нации по религиозному и национальному признаку в Турции. Армянская армия, которая не без помощи России, восстала против турецкой армии во время Первой мировой войны, была жестоко разбита. Армянская армия пустилась в бега от преследовавшей ее османской армии. От отчаяния и горечи поражения, на своем пути армяне безжалостно сжигали турецкие села и убивали людей. Пленных не брали. То есть уничтожался каждый житель на их пути. Пришедшая в ярость от этого, османское командование решило депортировать все армянское население дальше на восток, а армянскую армию разбивая, гоняло до самого Еревана. Все это закончилось для Армении унизительным сербским мирным договором, по уставу которой Армении давалось право иметь не более 1500 солдат, 150 штыков и 20 пулеметов. Также Турция оставляла за собой право свободно передвигать свою армию по территории Армении. Эта информация есть в открытых источниках в Википедии и каждый это может проверить. Теперь вы понимаете, почему армяне не подают в Гаагский суд на Турцию. Четвертый факт. Культ богини Анаит. Армяне приходят в ярость услышав про культ богини Анаит. Дело в том, что армяне до принятия христианства поклонялись богине Анаит, которую мировые историки считают богиней проституции. Сами армяне отнекиваются и говорят, что это богини плодородия. Хотя служительницы храмов Анаит занимались не выращиванием плодов, а настоящей религиозной проституцией. Самыми преданными культу считались девушки, которые принимали большее число иностранных мужчин. После совокупления мужчины оставляли в храме пожертвования. Девушки, которые служили богине Анаит, были из знатных армянских семей. И конечно по окончании службы в храме считались самыми желанными невестами в Армении. Эта информация также есть в открытых источниках в интернете. Можете вбить в поисковик автора, итальянского историка Чезаре Ламброза, и прочитать его книгу, «Женщина-преступница и проститутка». Пятый факт. На территории современной Армении абсолютно все топонимы являются или являлись тюркскими. Об этом я обязательно расскажу в отдельном ролике. Например, город Гюмри назывался городом Хамамлы. Но даже город, а на который армяне претендуют на территории Турции, и называют их чисто армянскими городами, такие как Игдер, Карс и Сурмалу, абсолютно ничего не значат на армянском языке, потому что они тюркские. Например, Игдер, это декабрь. Карс, это одежда, которая изготавливалась из шерсти верблюдов или овец. А также так называется пушная леса и звук от аплодисментов. А название Сурмалу и переводить не нужно. Каждый тюрок знает, что это такое. Про факты тюркских топонимов знает каждый армянин, и эти факты не дают им покоя. Шестой факт. Вы будете шокированы, но это факт. Когда в армянской семье умирали дети и их число росло, армянские родители давали новорожденному не армянское, а тюркское имя. У армян есть поверье, что таким способом они могли уберечь ребенка от смерти. С развитием медицины и падением уровня детской смертности, возможно, это поверье потеряло силу. Но факт остается фактом. Молодые армяне, которые усомнятся в этом, могут спросить своих дедушек и бабушек, которые должны им подтвердить этот факт. Также эту информацию можно найти в открытых источниках в интернете. Конечно, и этот факт не может не будоражить армянское нутро. Как же так, почему Аствац спасал только тех детей, у которых тюркское имя? Неужели Аствац поддерживал тюрок? Вай-вай-вай. Нехорошо. Седьмой факт. Одним из учредителей компании, Тетрис Вордтрис, является сегодняшний президент Армении, Армен Саркисян. Армяне давно кичились армянской фамилией в истории этой игрушки. Теперь многие из вас поймут, почему фейковый флаг оккупированного Карабаха, а также фейкового государства Джавахк, и фейкового армянского Нахидживана, и фейковой Западной Армении содержат в себе элементы игрушки Тетрис. Какая игрушка, такие флаги, и такие же игрушечные государства. Восьмой факт. Абсолютный матриархат в армянской семье. Несмотря на фейковую серьезность и деловитость, абсолютное большинство армянских мужчин ходят под каблуком своих жен. Эта тактика напоминает концепцию управляемой демократии, с элементами доведенного до виртуозности манипуляции. Ничто в доме не двинется с мертвой точки, если на то нет согласия жены или матери. Начиная от покупки стиральной машинки и заканчивая вопросами политического выбора. И это при всей аполитичности армянских женщин. Откуда матриархат взялся на Кавказе, надеюсь всем ясно. Ведь армяне сами признаются, что они не кавказцы. Парадоксально, но факт. Девятый факт. В 18 веке в мире, и в частности в России, не знали про такую нацию, как армяне. В церковном словаре лексикографа Петра Алексеева, изданное в 1773 году, есть толкование слов о армяне. Точнее даже не армяне, а армены. Петр Алексеевич пишет. Армены еретики, которые проповедуют свое учение в местах своего проживания. Парижское издание «История монашеских орденов», изданное в 1680 году, ясно и четко указывает на то, что армяне это не нация, а монашеский орден. Сегодня даже не очень опытным историкам известно, что армянство это не национальность, а религиозная принадлежность. Это все равно, что если через сто лет, образуется некая нация под названием христиане, а все, кто исповедовал христианство, будут считать себя лицами этой нации. Это, конечно же, бред. Десятый факт. Этот факт не дает покоя как глупым, так и образованным армянам. Название одной из самой древней армянской нации не упоминается в священной книге христиан Библии. Как так могло случиться? Ведь армяне с пеной у рта твердят о вкладе в мировую историю древности. Но почему-то в Библии, где упоминаются другие древние народы, такие как евреи, греки, римляне, египтяне не упоминаются армяне. Даже в эпизодах. Обидно. Но если вы обратите внимание на девятый факт, то все сразу станет на свои места. Как в Библии должны были упоминаться армяне, если армян как нации тогда не существовало. Несостыковочка, дорогие друзья. Но вполне объяснимая. Это б...